Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Даже прихожане одевают самую яркую, самую красивую одежду, чтобы подчеркнуть торжество своего великого момента. На праздничном богослужении в Свято-Троицком кафедральном соборе среди верующих депутат Государственной Думы Николай Панков. Парламентарий рассказывает, придерживался строгого поста, пил страстную неделю только воду, исповедался и причастился, хотя из храма берет с собой зажженную лампаду. Благодатный огонь, который я буду хранить дома, зажжу домашнюю лампаду перед образцами, еще раз помолюсь, попрошу Бога прощения и попрошу, чтобы он и дальше вселял в меня веру и способствовал решению вопросов для наших граждан, боюсь, счастья и здоровья. В православии праздничными считаются все 40 дней после Пасхи, а всю первую неделю в храмах будут идти торжественные службы и будут звонить во все колокола, пасхальным перезвонам. Приветствуем благую весть. Эктивный рейс Александр Пиченко, Саратов-24. В преддверии юбилея победы в Великой Отечественной войне саратовских ветеранов чествуют и награждают представители регионального отделения партии «Единая Россия». Поздравили тех, кто защищал нашу жизнь с памятной и важной датой. Чипицы, концерт и воспоминания все это смотрите в следующем репортаже. Когда началась война, Виктория и Ида Сколковы еще учились в школе. Там им объясняли, что Сталинград, город, в котором они живут, находится за линией фронта, и им нечего опасаться. Немецкая армия сюда не дойдет. Сталинград жил тыловой жизнью при фронтового города. Все население было занято на обеспечении армии и лечении раненых. Военные госпитали были в Сталинграде на каждом шагу. Но 23 августа 1942 года все изменилось. Силы воздушного флота немецкой армии произвели самую долгую и разрушительную бомбардировку города. Паника, паника. Все показывают так на Запад. Мы тоже по своим на Запад. Смотрим там стая птиц, там, так сказать, черных, на рон. И грачи. Потом эта стая стала прибежаться, прибежаться, и мы уже видели, что это самолеты. И вот пока мы прибежали на парково для дома, фактически весь центр, где мы жили, весь бы стерст из-за земли. Мы, в общем, полностью разрушили. Мы, в общем, побежали к своему дому, он был репомблен, все тарело, все подолхало, и начался, конечно, акт. Граджеская авиация разрушила город. Било более 40 тысяч мирных жителей, уничтожило половину жилого фронта до подъемного Сталинграда, превратив тем самым город в громадную территорию, покрытую горящими руинами. Всех Сталинград, ситуация, нас один из детей живут. Нас понравили поджарки, как сходы. И они там застряли, что... И вели нас с 400 километров, мы пошли в школу, и попали в лагерь. Я переселюсь, что было, и нас должны были дальше отправить в Германию. Но хорошо, что все заключились в сети, в 6, в 4, в 5 месяцев. Там Салинград все подели, и нас с Валерием, врача летка, примерно. Это, знаете, была такая радость. Сейчас сестры-близнецы Игорь и Виктория Сколковы живут в Саратове и с замиранием сердца вспоминают месяцы, приведенные в Сталинграде, а затем в фонслагерях. Год 70-летия победы в Великой Отечественной войне и вчаствуют наравне с ветеранами боевых действий. В преддверии празднования их победы партия «Единая Россия» проводит специальные встречи-черепития для тех, кто испытал на сети, все уже сказано. Сегодня будем чествовать ветеранов, вспоминать их, боевой путь, и все события, которые происходили в Валерии, конечно, наравне. Ну и, конечно, события 9 мая, которые готовы, когда вся страна была основана победой от фашистов. Мы для себя поняли, что официальные мероприятия, они еще все будут. А вот создать домашнюю теплую обстановку в условиях нормального чаепития, это гораздо важнее для ветеранов, это не просто посидеть в зале и послушать участие. Для вас очень важно прямое общение с ветеранами, чтобы из их путь узнали еще раз ту правду, неисповерканную, не искаживая у тех в днях войны, тяжелых войны, в которой они пережили. И еще раз поздравить за все эти ребята, которые они родили. Пожалуйста, знакомые. Общение и внимание важны для самих ветеранов. Как говорят сестры-сколковые, они каждый день вспоминают те страшные дни, которые им пришлось пережить. После того, что вы пережили, вы увидели это страшное. И как поступали, как поступали, как в донбассе попали. Мы все время радуемся жить. Мы, вспоминая в то время, мы радуемся каждому дню. В юбилейный год в Саратове запланировано более 40 подобных встреч. На них ветераны слышат не только слова благодарности, но и получают памятные медали. 70-летию победы и великие осечественные войны. Романстрикалов, Алексей Бритихин, Саратов-24. На небо в небо, а свое желание повторить подвиг первого космонавта, выразили более 100 человек. Они пришли на набережную Саратова ранним воскресным утром. Именно отсюда стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Детские ансамбли города спанцевали для жителей, а организаторы тем временем запустили в небо флаг России. Это был прорыв конструкторской мысли, инженерной миссии. Это был огромный труд, тысячи и тысяч коллективов во всей нашей огромной стране. Огромная миссия в этой победе, в этом свершении приняли наши любимые саратовские шедлости. Именно здесь, в Саратове, в нашей области, получил путевку Глеба и Алексеевич Гагарин. Сформировался как патриот своей страны. Саратовская набережная стала первым, но не единственным местом, где на каком не прошли праздничные мероприятия. Следующим пунктом, где прошли основные мероприятия, стало место приземления Юрия Гагарина. Туда, на День космонавтики, приехали спортсмены из различных уголков страны, чтобы именно на нашей Земле совершить патриотичный прыжок с парашютом. Однокурсник Юрий Гагарин рассказал об интересных фактах жизни первого космонавта. Обо всем поподробнее. За взлёбыми и безопасными падениями наблюдает свой призм саратовской гордости парашютиста из Аэрокуба, где когда-то дренировался Гагарин, пытается, если не постареть, подвиг знаменитого космонавта, приблизиться к нему. Когда он взлетел в космос, у него был всего один на свет, и я живу в Пашкете. Мы там просто ходили по улице, пробили, а реально просто. И пока одни пытаются допрыгаться до подвига, другие наблюдают за зрелищным шоу со стороны. Место их встречи неизменно, как и время. Таркаринское поле, 12 апреля. Мы вот здесь выросли, и мы постоянно ездим. Нам очень нравится, очень нравится. В своё время мы жили в Москве, всем рассказывали, всем. Сделали, завидовали, что везёт вы с таких мест. О жизни легендарной личности Гагарина в Саратове рассказывает его однокурсник Виктор Порохня. Именно в городе на Волге ведь космонавт заработал свои первые деньги. Правда, не по специальности. Я-то зарабатывал деньги, 12 лет пошёл работать на шахту. А Юра здесь впервые разгружал-загружал баржи. И вот это были его первые трудом заработанные деньги. Между тем, к месту приземления Гагарина столпотворение. Народная тропа растянулась на несколько километров. Одни пытаются проехать, другие пройти. В памяте Бог и этому компонарту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Настоящая космическая одиссея развернулась прямо в парке Литки Для юной публики наш телеканал организовал увлекательный класс, состоящий из череды различных мастер-классов Свидетелем космо-акции стала и наша следующая группа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Получить специальный приз Так необычно в программе Саратовцев в День космонавтики Решил первый круглосуточный региональный телеканал Саратов-24 Организаторы предложили участникам квест по карте так называемой галактики Обязательное условие пройти все обозначенные мастер-классы Ракеты из картона, разрисованные космические открытки и различные поделки Все это и многое другое выполняет каждый обладатель карты Чтобы сделать, например, вот такую картину из ткани Нужно было приложить немало усилий, фантазии и творческого мастерства Неплохо получались у юных испытаний и ракеты, сделанные методом сухого валяния Вовлеченность и энтузиазм, с которыми они это мастерили Казалось, и точно запустят свои корабли в космос Мы сейчас будем взять пламя, чтобы ракеты не делали И будем взять в эти вот эту ногу, чтобы в них стояло За считанные минуты прямо на месте обучают лепки из глины При помощи специальных инструментов дети ловко справляются с заданием И вот на столе уже пять инопланетных животных Руководители вносят пару штрихов и... Квест разбавляет и музыкальные номера вокалистов уникального проекта Телеканала «Саратов-24» «Ваш выход» Космонавтики посвятил жизнь ветеран Беканура Анатолий Молоков тоже пришел на праздник Рассказывает лично, знал многих космонавтов А встречу с Юрием Гагариным помнят, как будто это было вчера С Гагарином у меня была встреча Когда мы работали по программе «Облет Луны» Я уезжал со старта по 15-минутной готовности, уже никого нет на старте Вот однажды приехал в Вова, смотрю, выходит Гагарин Представился, мне надо посмотреть, залезть в Тараполь Гагарин очень плох, очень Вот другие космонавты как-то, ну, кто его, так, стержность какая-то А он, смотри, я когда представился ему, совершенно молод, он Он, как тебя зовут? Я говорю, Анатолий, Толя, вот мне надо Рассказывать юным саратовцам, кто был первым космонавтом Сколько женщин побывало в космосе и когда был первый полет Не приходится на все вопросы викторины Даже совсем маленькие отвечают без запинки Уже знают, а значит, не забудут Садыф Гошумова, Дмитрий Соколов, Дарья Гурьянова, Саратов, 24 Анатолий с вами прощаюсь, не берусь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова